Привет всем, это канал Фигурка Ван Лав. Сегодня я расскажу, что посетила Камила Валиева в Корее, где фигуристку тепло встретили южнокорейские фанаты. Камилу Валиеву покорил не только сам Сеул, но и парк развлечений Lotte World. Напомню, Lotte World это культурно-развлекательный центр в Сеуле, в котором помимо тематического парка развлечений с множеством захватывающих аттракционов имеется ледовый каток, на котором и побывала Камила Валиева. Находимся на 117 этаже. Настоящий фигурист, свой лед найдет в Кену. Так и в Корее мы пришли в парк аттракционов и нашли огромный лед. Кену фигурист, конечно, нашел свое призвание, но взять прокатные коньки это не лучшая моя идея. Они очень-очень были, но в принципе, из-за того, что они пластиковые, они очень хорошо держат ногу. Вот. Ой-ой-ой. Так, шла. Но вернуться на лед самое лучшее, мэй-эй. Керлингистка Анна Сидорова считает допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой подставой. Вот что она ответила на вопросы журналистов. Вопрос, а вам кто вообще из фигуристок нравится? За кого болеете? Вы же с Валиевой и Трусовой в керлинг играли. Ответ. Когда был предолимпийский чемпионат России, у нас с Димой Соловьевым было 4 фаворита. Камила, Саша, Аня Щербакова и Лиза Туктамышева. В каждой из них есть что-то особенное. Лиза просто заслужила. У Камилы есть все. И скольжение, и прыжки, и растяжка. У Ани Щербаковой умение после плохих тренировок выходить на старт и выигрывать. У Саши Трусовой смелость никого не слушала, шла напролом. Я горжусь ей, и горжусь то, и горжусь, что с ней знакома. Журналист. И закончил с Олимпиадой делом об антидопинговом нарушении Камилы. Ответ. Я вообще думаю, что возможно это была подстава. Она точно делала это неосознанно, если делала, потому что с Крушельницким я уверен на 100% про подставу. В 2022 году всем снова нужен был скандал с российскими спортсменами. Чем громче берешь имя, тем он сильнее. Это не случайность заметить, как все было подстроено по числам. Журналист. Но само нарушение было на чемпионате России. Сидорова. Да, так даже удобнее. Валиева должна была выиграть Европу и Олимпиаду. И если мы провернем все накануне, то Россию еще сильнее прижмем. Чтобы вы понимали, после чемпионата России результат теста готов через две недели. А прошло сколько времени? Это был спланированный акт, на мой взгляд. Сказала спортсменка. Журналист Никита Плохих резко раскритиковал Алину Загитову за работу ведущей и высокомерия. Вопрос. Сейчас существует практика, что люди с профессионального спорта, олимпийские чемпионы, уходят в журналистику. Например, ледниковый период вела Алина Загитова. Как думаешь, можно ли без какого-либо опыта, образования и практики уйти из спорта в журналистику? Ответ Никиты. Мы уже говорили про то, что журналистское образование ничего не дает. Если у человека есть данные, поставленная речь, он умеет работать в кадре, его любит камера, то пожалуйста. Если это приятно зрителю, то почему нет? Например, Алексей Ягудин работал в ледниковом периоде. Он же не профессиональный журналист, но стал большим профессионалом по этому. И он органично смотрится. Алексей приятный по энергетике, у него хорошая речь. А Алина Загитова худшая ведущая, что я видел. У меня связана с Алиной Загитовой одна не очень хорошая история, и я ее расскажу. Алина сама по себе очень высокомерная девушка. Да, она олимпийская чемпионка, но она немного отрывается от реальности. Живет в своем мире, где обычные люди играют второстепенные роли. У нас с ней должно было состояться интервью. По-моему, это был чемпионат России по гольфу, на который она приехала как гость. Я, как журналист РБК, договаривался с организаторами, чтобы взять у нее интервью. Ради этого я не поехал на интервью к Овечкину. Я прождал весь день Алину на этом мероприятии. Когда мы приехали на этот чемпионат, она опаздывала. Потом около часа делала прическу. Дальше она пошла сниматься для одной рекламной кампании. Когда она отснялась, мне сказали, что я могу идти брать интервью. В этот момент она ушла куда-то к себе наверх, в гримерку, сказав, что устала. В итоге я ждал ее с 12 дня до 10 вечера. Подхожу к ней и говорю, Алина, здравствуйте, она мне сфотографироваться. Я говорю, что мы с ней договаривались на интервью, а она мне ответила, что я все вопросы решал через ее менеджера и ушла. Вопрос от журналиста к Никите. Я не могу ни тебя не спросить, как ты между Овечкиным и Загитовой выбрал Алину. Ты же сам в хоккей играл. Ответ Никиты. Потому что, к сожалению, Загитова приносит больше кликов изданию. А мы оттолкиваемся от того, что нам приносит больше просмотров. Может, я бы сам и выбрал Овечкина, но я действую в интересах РБК. Тем более я успевал и на то, и на другое интервью, если бы до вечера не прождал Алину. Но я рад, что так получилось. В тот день я познакомился с комментатором Виктором Гусевым. Мы с ним вместе ехали в такси, общались обо всем. Так что какой-то приятный момент из того дня я все-таки извлек. Но, повторюсь, Алина Загитова очень неприятный человек. Токсичный. Подытожил свое интервью журналист советского спорта. Напишите в комментариях, а вы считаете, изменилась Алина Загитова со времен Олимпийского золота или нет? Смотрите, какая красота. Еще и там где-то вдалеке фильм снимают. Просто повезло. Не раз я слышала эту фразу по отношению к себе и моей карьере в фигурном катании. Мне всегда казалось, что отпускать подобные высказывания себе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо спорту. Оказалось, это не так. Без постоянной работы над собой для результатов не достичь. И удача как приходит, так и уходит. Я считаю, что важно соблюдать спортивную и журналистскую этику постоянно. Именно такую идею я планирую продвигать в будущем во время своей работы. Так что, ребят, будьте, пожалуйста, добрее. Всех люблю, всех любила. Всем пока. Спасибо вам огромное спасибо за теплые слова и невероятную поддержку. Сейчас я в процессе реабилитации и восстановления. Субтитры сделал DimaTorzok Там прыгать какая кнопка. Фиксируемся, чувствуем почву. Оп! Па!